В Казани из-за холодной погоды перенесены многие праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей. Но, несмотря на то, что первый день лета не порадовал солнечной погодой, детский праздник все равно состоялся в Институте психологии и образования Казанского университета. Мы отмечаем День детей и, наверное, правильно делаем, что отмечаем его в стенах Института психологии и образования. Потому что именно здесь мы готовим будущих педагогов, которые будут работать с нашими детьми. И сегодня мы постарались создать ту атмосферу, которую затем наши студенты должны по возможности воспроизводить в обозрабатывательных организациях, где они будут работать. Праздник включил в себя проведение познавательных интерактивных площадок для детей преподавателей и сотрудников КФО. Помимо этого, приглашены дети из детских домов. Большую часть дня маленькие гости вуза рисовали, занимались поделками, играли в занимательные игры. Старшие имели возможность научить чему-то новому своих младших друзей. И помогали им в этом опытные, начинающие и будущие педагоги, которые на данный момент обучаются и работают в Казанском университете. Картины. Просто картины? Ну давай покатаем девочек. Для красоты. Надеюсь, вы не забыли, что это творческая ваша. Да, понятно было. Дети лепят, рисуют, занимаются оригами, то есть полностью развивают себя творчески, творческие способности. Они все очень счастливые, слушаются, им очень интересно заниматься творчеством. Слава богу, даже в наше время это еще востребовано. Приятно отметить, что мероприятия, связанные с детским творчеством и их воспитанием, в КФУ не заканчиваются. Например, уже с осени этого года в стенах Института психологии и образования начнутся мероприятия для современных родителей. Я сейчас пользуюсь моментом, хочу анонсировать, что с будущего учебного года мы обязательно организуем такие публичные лекции. Они будут своеобразным ликбезом, ликвидацией родительской безграмотности воспитания детей. И, наверное, в этом тоже будет очень большая такая польза. По словам организаторов прошедшего праздника, подобные акции должны проходить максимально часто. Ведь никогда нельзя забывать, что дети нуждаются в поддержке и защите ежедневно. Адель Шамилова, Ленар Товлетяров, Универ Ньюс.